Так, ну чё, теперь можно и вниз гонять, я так думаю, да? Блин, вот лучше бы дали вот эту тему. Ну, когда нам дадут уже этот скилл? Может быть, внизу там будет ещё один босс, и нам дадут как раз скилл проходить сквозь эти штуки? Было бы супер найс. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну давайте зайдём сначала в палату. Ммм, как меня нашли здесь, на самом краю мира, Ора. Да, я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь, чтобы легендарный мастер Гвоздя Ора научил тебя своей технике. Великий гуру гвоздей наказал нам передавать мастерство тем, кто этого достоин. Но никто не запретил мне брать за это плату. Если ты и вправду хочешь тренироваться со мной, докажи это своём Гео. 800? Ну ладно. Газооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Держивайте квадратик, чтобы собрать энергию в гвоздь Отпустите во время рывка для рассекающего ударом Хм, должен сказать, что ученик ты первоклассный То, как ты владеешь гвоздем, у твоего желания стать сильнее Ты напоминаешь мне моих братьев Я научил тебя всему, что знал сам Ступай, путешественник, и дай мне побыть в одиночестве Научил тебя всему, в скобочках один удар Брат Мата, ты теперь живешь один на вершине мира Считаешь ли ты меня врагом даже сейчас? Если когда-нибудь ты решишь прислушаться ко мне Я расскажу тебе, почему пошел своим путем Это враг? Это босс Сильные братья Или это чучело, манекен просто Чего? Так, бать Пошел к ты нах И дальше руда выпадет Вы, походу, поняли, как заджебейтить Но, чуваки, к сожалению, я знаю, что последнее улучшение гвоздя Это следующее улучшение гвоздя Так что, джебейт не работает Деньги человечества В скобочках 300 монет В скобочках 300 монет 300 бакс И все, тут больше ничего нет Быстрый удар Создан из неблаговидных и забракованных гвоздей Сплавившихся воедино Они все еще жаждут обрести хозяев Позволяют чаще наносить удары гвоздем Блин, а есть какая-то неразведочка здесь Видали? А, блин, неразведочка Это черная вонючка Самый сильный удар гвоздем в игре Это крутиться Я в курсе Что такой удар существует Но, не знаю Мне не особо нравится на боссах взять такое На мобах еще куда не шло Но на боссах просто, по-моему, сподручнее бить обычными атаками Ну, лично мне так Нравится Так, знаете что? Знаете что, знаете что, знаете что, знаете что, знаете что Давайте сгоняем Вот туда, последнее пламя заберем Наверное А что там происходит? Охренеть Она нашла себе нового хахаля Ну, понятно все Героический, красивый Серый принц такой темный, такой тревожный Но не только эту опасность пришлось перенести мне в поисках славы Видишь сей трофей, да? Памятный сувенир из моей последней победоносной битвы в той яме, что под нами Да, сегодня жизненуносящий взял себе еще одну жертву А толпа разразилась зажигательными аплодисментами Аплодисментами громкими и искренними Спрашиваешь, чему я обязан чердить моих свершений и побед? Как я уже упоминал, все дело в моей личной философии, которой зовется 57 заповедей зота Нынче к месту упомянуть первую заповедь Всегда побеждая в своих битвах Хочешь узнать остальные 56 заповедей? Что ж А там реально читать можно еще? Заповедь вторая Никогда не позволяя смеяться над собой Глупцы смеются над всем, даже над теми, кто лучше их Но не стоит недооценивать смех Он словно болезнь заражает все вокруг И вот уже весь мир смеется над тобой Это гнилое веселье нужно пресекать на корню, чтобы оно не распространялось Так, ну что, стрим чтения зота тогда получается? Заповедь третья Всегда отдыхай В сражении путешествия берут свое Во время отдыха твое тело становится сильнее, а раны заживают Чем больше отдыхаешь, тем сильнее становишься Заповедь четвертая Забудь о прошлом Прошлое причиняет боль Думать о нем значит делать себя слабее Думай о чем-то другом, например, о будущем или о еде Заповедь пятая Сила побеждает силу Твой противник силен? Ничего, просто превзойди его по силе и победа сама придет к тебе Заповедь шестая Сам выбирай свою судьбу Старейшины твердят, что наша судьба предопределена за нас Я с этим не согласен Заповедь седьмая Не оплакивай мертвых Когда мы умираем, становится ли нам лучше или хуже от этого? Никто точно и не знает Так что не стоит горевать о смерти Или праздновать ее Заповедь восьмая Путешествуй в одиночку Нельзя доверять никому Потому что никто не будет предан тебе вечно Так что не стоит искать себе постоянного спутника Заповедь девятая Держи свой дом в чистоте Твой дом это место, где ты хранишь свой Самый главный трофей Себя Так что всегда держи дом в чистоте и порядке Заповедь десятая Всегда точи свой гвоздь Я всегда слежу за тем Чтобы мое оружие, жизненосящее Было хорошенько заточено Тогда разрубать все подряд намного легче Ну слушайте, на самом деле у него такие флософские Заповеди реально полезные К ним вхаж зайти? Давай сначала дочитаем 56 заповедей, чуваки Вы думаете, мы не дочитаем? Мы дочитаем Мы дочитаем Заповедь одиннадцатая Матери всегда предадут тебя Эта заповедь говорит сама за себя Жесть Заповедь двенадцатая Всегда держи накидку в сухости Если твоя накидка Чмокнет, я хотел сказать Намокнет Высуши ее при первой возможности Не стоит носить мокрые вещи Так заболеть неудрено Заповедь тринадцатая Никогда не бойся Страх вставляет палки в колеса Но крайне сложно заглянуть своему страху в глаза Поэтому лучше вообще ничего не бояться Заповедь четырнадцатая Уважай вышестоящих Если ты видишь, что кто-то выше тебя в силе Умели в том и другом Выкажи ему свое уважение Не пускай сильных по боку И не смейся над ними Заповедь пятнадцатая Один враг, один удар Всегда побеждая врага одним ударом Больше чем удар, пустая трета времени Овладев техникой одного удара Легко подсчитать, сколько врагов сразил в бою Жесть, он крут Заповедь шестнадцатая Не сомневайся Если принял решение, не оглядывайся И иди до последнего Так ты достигнешь большего Заповедь семнадцатая Верь в свою силу Многие будут сомневаться в тебе Но кое-кому ты можешь доверять всегда Себе самому Верь в собственную силу И ты никогда не оступишься Заповедь восемнадцатая Ищи истину во тьме Эта заповедь тоже говорит сама за себя Заповедь девятнадцатая Если пробуешь, преуспевай Если планируешь новое начинание, сделай все для его успеха Если же у тебя не получилось, значит ты потерпел поражение Избегай его любой ценой Заповедь двадцатая Говори только правду Говорить искренне Это учтиво И к тому же полезно Но помни, что правдой ты можешь нажить себе врагов С этим придется смириться Заповедь двадцать первая Следи за окружением Нешастый Перевзор в землю Чаще осматривайся по сторонам И следи за тем, что тебя не застали врасплох Заповедь двадцать вторая Покинь гнездо При первой же возможности я покинул место своего рождения И ушел в большой мир Не засиживайся в гнезде Там для тебя ничего нет Заповедь двадцать третья Найди слабое место противника У любого врага твоего есть слабое место Будь то трещина в панцире или чрезмерная сонливость Всегда будь на чеку И критически оценивай своего соперника, чтобы обнаружить его слабину Заповедь двадцать четвертая Бей в слабое место врага Если ты следовал предыдущей заповеди И узнал слабое место врага Незамедлительно бей в него Так ты уничтожишь его сию же секунду Заповедь двадцать пятая Защищай свое слабое место Помни, что враг тоже захочет узнать твое слабое место Так что защищай его А лучшая защита Не иметь его вовсе Да, мне тоже так кажется, что одну из заповедей он все-таки не выполнил Смотрите, но девочке нравится она вся, блин Поглощена его рассказами Просто жесть Как же она пожирает его своими глазами Заповедь двадцать шестая Не доверяй своему отражению Порой, смотря в зеркальные предметы, ты увидишь свое отражение Фигура под стать твоей Будет под стать твоей И даже станет повторять все жесты и движения Но не думаешь, что ему можно доверять Заповедь двадцать седьмая Ешь как можно больше Во время трапезы ешь как можно больше пищи Так ты больше получишь энергии И сможешь питаться значительно реже Заповедь двадцать восьмая Не смотри во тьму Если ты будешь долго смотреть в непроглядную тьму В голову начнут лезть давно забытые воспоминания А как гласит заповедь четвертая Прошлое нам не друг Представьте помнить все заповеди наизусть Заповедь двадцать девятая Развивай чувство направления В этих запутанных пещерах очень легко потеряться Хорошее чувство направления Сродни волшебной карте у тебя в голове Очень полезно Заповедь тридцатый Никогда не принимай обещания Оставь обещания на суд другим Так как их никогда не соблюдают Обещания любви и помолвки Следует избегать особенно Заповедь тридцать первая В грязи живет зараза Если ты проводишь много времени в гадких местах То можешь заболеть Если ты остановился у кого-то переночевать Треба от хозяев максимальной чистоты и ухода Заповеди изи геймера Заповедь тридцать вторая У имен есть сила У имен есть сила Поэтому дать чему-то имя Значит дать чему-то силу Я назвал свой гвоздь Жизнь уносящей Не кради того, что придумал я Выдумай сам Заповедь тридцать третья Не стоит уважать противника Не стоит почтительно Обходиться с противниками Если кто-то выступает против тебя То им не следует ждать уважения, доброты Или сострадания в ответ Заповедь тридцать четвертая Не ешь сразу перед сном Это может вызвать беспокойство и несварение Просто житейская мудрость Заповедь тридцать пятая Вверх это верх Низ это низ Если ты упал во тьме Очень легко потерять чувство пространства И забыть куда шел Помни эту заповедь Заповедь тридцать шестая Скорлупки хрупкие И опять заповедь говорится Сама за себя Умно-умно Заповедь тридцать седьмая Бери взаймы, но сам не отдавай Если ты даешь в долг И тебе его вернут То ты не получишь ничего А если ты возьмешь в долг и не отдашь То ты получишь все Заповедь тридцать восьмая Опасайся таинственной силы Таинственная сила влияет на нас свысока Заставляя быть на земле Если ты проведешь слишком много времени в воздухе Она размажит тебя землю Будь осторожен Заповедь тридцать девятая Ешь быстро Пей медленно Твое тело Есть утонченный сосуд Обходись с ним с величайшей осмотрительностью Еду проглатывай как можно быстрее А напитки Наоборот Размеренно И праздну Заповедь сороковая Чти только свои законы Законы других могут быть неудобны Или трудны в исполнении Пусть твои желания станут твоими законами Заповедь сорок первая Учись узнавать ложь Когда другие говорят Они обычно лгут Безжалостно вникая в их речи И докапывайся до самой правды Изоблащая Изобличая их обман Заповедь сорок вторая Трать гео Пока есть Кто-то копит гео И даже забирает с собой в грязь после смерти По мне так лучше тратить его пока есть И наслаждаться прелестями жизни Заповедь сорок третья Никогда никого не прощай Если допустим твой брат Или кто еще там будет просить у тебя прощения Всегда отказывай Этот брат Или кто бы там еще ни был Не заслуживает твоего прощения Заповедь сорок четвертая Нельзя дышать водой Это пожалуй самая умная мысль Просто жесть Водой можно освежиться Но не пытайся ей дышать Или будешь неприятно удивлен Заповедь сорок пятая Одно не может быть другим Это крайне очевидная заповедь Однако многие спорили со мной по поводу того Что одно может быть другим Когда совершенно ясно Что другим оно быть никак не может Так что будь насторожен Заповедь сорок шестая Мир меньше чем ты думаешь Когда я был еще мальцом То думал будто мир огромен Обширен и необъятен Это в порядке вещей К сожалению он намного меньше Я знаю о чем говорю Ведь я побывал везде где только можно Заповедь сорок седьмая Сам делай свое оружие Занимайся своим оружием сам Только ты знаешь все Что тебе нужно от него В малом возрасте Я сам вытесал жизненуносящий Из панцирного древа Он никогда еще меня не подводил Как и я его Заповедь сорок восьмая Будьте аккуратнее с огнем Огонь есть безрассудно танцующий дух Он может греть и давать свет Но если подойдешь слишком близко Враг враз спалит твой панцирь Заповедь сорок девятая В статуях нет нужды Не восславляй их Никто не воздвиг статуи Ни тебе ни мне Так зачем же нам обращать внимание На статуи других Заповедь пятидесятая Не трать время на загадки Некоторые вещи в этом мире Сродни загадкам или тайнам Если смысл чего-то не приходит к тебе сразу Не подается как есть Не трать на это время Живи дальше Заповедь пятьдесят первая Нет ничего безобидного Все в этом мире готовы ранить тебя При удобном случае Друзья, враги Шаткая земля под ногами Не доверяй Не доверяй ничему на свете Заповедь пятьдесят вторая Опасайся ревности отцов Отцы свято верят Что раз они создали нас То мы должны вечно служить им И ни в чем не быть выше них Если хочешь проложить свой путь Срази своего отца Или же просто покинь его Жестко Заповедь пятьдесят третья Не крадит желания других Каждое существо Храни свои желания Глубоко в себе Если ты узришь Отблеск чужого желания Протився стремлению Сделать его своим Это не приведет тебя К счастью Заповедь пятьдесят четвертая Если ты что-то запер Храни ключ Ничто не должно быть заперто вечно Так что храни ключ при себе Рано или поздно Ты вернешься И откроешь все Что спрятал под замок Заповедь пятьдесят пятая Ни перед кем Не преклоняйся Есть в мире те Кто считают себя выше других Они присваивают себе Твою пищу Землю Тело И даже мысли Но они не заслужили всего этого Никогда не преклоняйся перед ними И уж точно Не следуй их указаниям Заповедь пятьдесят шестая Не гресь Грезы очень опасны Через них К тебе в разум могут Попасть странные Чуждые тебе мысли Но если ты будешь противиться этим мыслям То твое тело захватит болезнь Лучше вообще не грезить Как это делаю я Заповедь пятьдесят седьмая Чти все заповеди Самое важное Запомни Все эти заповеди наизусть И следуй им Безукоризненно Особенно этой Хм Ты и правда выслушал все Что я сейчас говорил Давай-ка я еще раз Перечислю тебе пятьдесят семь Заповедей зота Понятненько 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 Тут будет жопа Я помню это место У Джаса еще прекрасно могучий серый принц Зод Ебать Фига он плеется 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 Блин лучше бы пусечка спасла меня от другой пусечки Фига он плеется 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 Терри принц ты что повторяешь одно и то же Фига он плеется 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 Да что за фигня, просто кошмар. Пламя поглощено. Так, по идее теперь можем прокачать еще разок. Опа, слай спустился. Нифига. Что ж, еще один вступил в наши ряды, у меня есть для тебя подарок, воин, мне как торговцу очень сложно отдавать его за так. Но я являюсь еще великим мудрецом гвоздей и посему должен вознаградить тебя за твое мастерство. Ты владел техниками моих оставшихся учеников, согласно нашим традициям теперь и ты можешь носить амулет мастером. Носи его с гордостью мастер гвоздя, ты будешь последним кому он достанется по традиции. Хренеть, типа это он владеет таким рубилом? Орел мастера гвоздя. Хранит в себе страсть, мастерство и сожаление мастера гвоздя. Увеличивает мастерство владения техниками гвоздя, позволяя быстрее концентрироваться и применять техники. Стоимость 1. Ступай же мастер гвоздя, у меня больше ничего для тебя нет. По крайней мере за даром. Скоро я поднимусь наверх и вновь буду рад принять твое гео в обмен на мои прекрасные товары. Все это заточенное оружие, но борьба за гео гораздо острее. Жесткий чилик. Прекрасно, прекрасно, мое дитя здесь и самое время начать. Какое жгучее пламя, с ним ритуал обречен на успех. Станцуй со мной, мой друг. Нас публика желает лицезреть. Докажи, что ты достоин главной роли. Что? да вот этот босс конечно это еще простая версия не усиленная я помню на усиленной версии у меня тогда жопа прямо сгорела знатно ой блин у меня не прыгнул персонаж ну почти ну можно сейчас его завалить на самом-то деле ой блин опять по инерции ты тут атака меня раздражает она есть да есть и есть да он и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...